Россия, Болгария проводит кампанию против нас. Факти, Болгария. Денис Джамбазов. Факти.бг, Болгария. 26 февраля 2020 года. Американские спецслужбы развернули в Восточной Европе кампанию, направленную против установления добрососедских отношений с Россией, и эпицентры этой кампании в Болгарии. Об этом заявил ТАСС-представитель службы внешней разведки РФ Сергей Иванов. Согласно полученной информации, спецслужбы США начали широкомасштабную кампанию в странах Восточной Европы с целью скомпрометировать политических и общественных деятелей, которые стремятся развивать добрососедские отношения с Россией. Для этой цели мобилизуются агентства и неправительственные организации, финансируемые официальными агентствами США, цитирует Иванова БНР. Он также добавил, что эпицентром такой кампании на Балканах является Болгария, где регулярно устраиваются шпионские скандалы с последующими необоснованными нападками на российских дипломатов. Комментарии читателей, СССР, какая еще Россия, это чистый Советский Союз. Или были еще какие-то революции после 1917 года? Болгаристан, Болгария не способна вести какую-либо кампанию против кого бы то ни было. Болгар просто как всегда используют для черной работы на благо нынешних господ. Султан обращался с ними как со скотом или делал юночарами. Потом Гитлер использовал их против Сербии и Греции, заставлял преследовать тамошних партизан. И теперь, конечно же, американцы не могли не воспользоваться их беспрецедентной простотой. Оцелял от Турска торопства, все потому, что они хотят уничтожить православных христиан и всех славян. Это началось с ложных обвинений в нападении на Папу и сохранилось до наших дней. Неслыханные глупости про новичок, старичок и тому подобное внушаются по фашистскому методу ложь, повторенная сто раз, становится правдой. В этот раз не прокатит, потому что люди видят и понимают, где правда, а где ложь. Им не место в Европе, нечего все отравлять. Генерал-лейтенант Слеш-Софиянец, но кореняк, все точно наоборот. Болгария была спасена от царя Бориса III, который сделал ее союзницей Адольфа Гитлера, и, несмотря на то, что мы не послали на Восточный фронт ни одного солдата из миллионной болгарской армии с суперсовременным вооружением, мы были порабощены Россией. Мы 45 лет были под российским игом, но и страны-союзницы России были ею порабощены. Так что, вчера группа коммунистов мне заявила, что они не согласны с тем, что Болгария в НАТО. Болгария, господа коммунисты, вступила в НАТО по воле болгарского народа. Это произошло 18 марта 2004 года через голосование в парламенте, где 226 представителей народа проголосовали за, 4 против, и никто не воздержался. Вам нужно получить хотя бы общее образование, чтобы знать, что Болгария – парламентарная республика, и все определяет Конституция Болгарии. Где вы тогда все были? История не терпит никаких если вы бы пришли в парламент и заявили бы, что вы директора, у которых парламент должен все спрашивать через референдумы, и менять Конституцию, как вам будет угодно. Такая прямая демократия существует в Швейцарии, но вы тоже точно так же можете ее создать, как и создать страну где-то в русских степях, например, в Монголии или в Татарстане. И тут нет. В противном случае, масштабное военное учение, не хочу говорить военное положение, круглосуточные отжимания для вас, коммунистов, и бе каждое утро по 30 километров, до тех пор, пока мозги не прояснятся. Борчо, дорогой мой Сергей Иванов. Превращать то, о чем вы говорите, в то, что реально происходит, это ваша русская единственная и огромная вина, не сказать жестче, грех. Вы сделали это, где-то по собственному желанию, где-то под давлением социалистического лагеря, но которым тоже руководили ваши, русские. Что вы говорите, то и происходит. Что хотите, то и получайте. От Болгарии вы получили лояльность, а мы получаем материальные блага, пусть и не безвозмездно. После того, как вы организовали смену социалистического строя на капиталистический, вы отказались как от нелояльных, так и от лояльных сторонников, таких как мы. Вы продали нашу страну американцам, а теперь Путин и вы на нас злитесь, призываете к ответственности не нас, а тех, кто это сделал. К сожалению, большая часть болгарского народа, включая меня, русофилы, но что с того? У меня много русских друзей, разделяющих это мнение. Вы сами нас продали, а теперь хотите лояльности. ГОСТ, а русские были щедрыми рабовладельцами, с их помощью мы создали свою промышленность и армию. По непонятным причинам русские настаивали на том, чтобы у нас было отличное образование по их модели, в разы превосходящее американское. До того, как пришли поработители, Болгария была аграрной страной, у которой были одна-две текстильные фабрики. Люба Питин, это какую страну продали американцам, когда в Болгарии уже зарегистрировано 107 тысяч российских компаний, а компании вроде Лукойла стали абсолютными монополистами на рынке топлива и зеленой электроэнергии. Как в захваченной американцами стране болгарин даже за сигарету платит Россия, которая купила булгартабак за 50 миллионов, всех уволила и перенесла оборудование в Сербию. Включаешь телевизор, платишь России за Виваком, а потом утверждаешь, что живешь в стране, проданной США. Портовый терминал «Российниц» сохраняется российскими бывшими военными. Как это стало возможным в захваченной США стране? При Черноморье, все же русское, а не американское. Как такое вообще возможно? Слави, болгарский и русский народ должен быть вместе. Мы один народ. Древнейшая цивилизация. Но нас норовят уничтожить со всех сторон. И евреи, и англичане, и французы, и турки, и американцы. Они хотят получить нашу землю, а самих нас убрать. Да здравствует Россия. Да здравствует Путин. Да здравствует русский народ, который на самом деле болгарский. И язык наш един, староболгарский. Когда мы были с Россией, мы занимали первые места в мире по экономике, культуре, науке, изобретениям и открытиям. После 1989 США разделила наш род, отдала Европе, которая никогда не думала о нас хорошо. Вот почему мы попали в это положение. Мы колония, умирающий народ, разрушающийся от бедности и безысходности. Все началось с партии демократов и советников, приехавших из Америки. Сейчас нами управляют безмозглые коррумпированные тыквы. В правительстве есть всего один добросовестный человек, господин президент, а партия Герб, граждане за европейское развитие и Болгарии, постоянно с ним скандалят изо всех сил. Как-то по-деревенски не воспитана, придумывая новую лощу клевету, будто болгары не понимают. А людям все понятно. Это геноцид, нас уничтожают. Половина людей живет на 200 левов, примерно 100 евро, в месяц. Было ли так до 1989 года? Возьмите себя в руки и восстаньте. Внутренние предатели в Болгарии уничтожили все. И они не прекращают нас грабить. Только Господь может нас спасти. Уничтожили нашу армию, вооружение, которого у нас было столько же, сколько у Турции и Греции вместе взятых. А теперь у нас 5 самолетов. И мы будем импортировать какие-то старые самолеты. Если их вообще будут производить. Но мы уже заранее заплатили, нашим новым друзьям. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.